Сегодня мы с вами рассмотрим ОЧЕНЬ крутой ноутбук По спекам ВООБЩЕ ПУШКА И в этом же ролике мы с вами разыграем Mi Band 7 Pro среди подписчиков Как обычно, нужно комментарии оставить Быть подписанным, ну и лайк можешь поставить, если хочешь Не хочешь, не ставь всё равно И, как говорится, через недельки-две под Новый год мы разыграем Вот такой подарочек я решил сделать Значит, чё по ноутбуку Сегодня мы рассмотрим ноутбук от компании MSI Это у нас стелс И стелс просто офигенский Я вам сразу скажу Значит, почему... Ну, я вам показываю, как он упакован, естественно Да, я его уже пощупал по юзам Не зря здесь мои лапки Значит, да? Я не могу распаковывать, потому что у меня лапки, да? Вот, значит, по спекам Здесь у нас 12-го поколения 12900H стоит процессор Здесь у нас 3080Ti RTX Да, то есть с 16 гигами, значит, видеопамяти Две плашки DDR5 по 32, то есть в сумме 64 Два терабайта у нас винт, то есть, понимаете, насколько круто и... Бамс! А, вот это бархатное, это вообще... Блин, такое приятно, а? А! Бамс! И это у нас семнашечка То есть, не маленький ноутбук, там 13, 14, это 17,3, если я не ошибаюсь, дюйма У нас 4К... 4К, 4К... 120 Гц, а? Как вы заметили, у него матовое покрытие, классное, то есть матовый экран, он не бликует, и это зашибок Но, матовое покрытие, он, я не знаю, видно, нет, вот здесь? Лёгкие всё-таки вот такие отпечатки есть, да? Видны? Ну, чуть-чуть видно, но, в любом случае, они легко, как говорится, убираются тряпочкой, всё это дело протирается Но, несмотря, ещё раз говорю, на то, что он матовый у нас, он у нас, собственно, отпечатки будет собирать По поводу открытия, одним пальчиком свободно он открывается, закрывается Это тем людям, которые, ну, прям, действительно, вот, не любят, что вот так открывать Да, вот, мне ещё один, кстати, блогер, ой, я не помню, как правильно назовётся канал, и как-то к нему на стрим зашёл И он, как раз, смотрел мой, значит, ролик, и он сказал, что Илюша, что ты делаешь? Почему ты вот здесь пытаешься открыть, а вот здесь, кстати, его так и не откроешь То есть здесь специальный вырез, он наругал и по пальцам надавался, говорит, вот здесь нужно открывать И, на самом деле, он здесь сделан вот таким вот монолитным обмылочком, знаете, такую То есть здесь ты не подцепишь, вот захочешь открыть, но если у тебя ногти, если ты гитарист или девушка, тогда ты сможешь открыть Но, вот это всё дело, бамс, и всё Это просто пушкарь, господа Здоровенный просто экран, пушка, гонка, все дела Значит, по толщине, посмотрите, какой он Видать? Он просто у нас тонюшенький, тонюшенький красавчик Значит, по весу Он у нас, точнее, не 3 килограмма, 2,9, значит, килограмма И он, вы скажете, тяжёлый, почему так? Да потому что здесь 100-ваттный аккумулятор, точнее, не так 99,9, значит, ватт час Почему это сделано так? Да потому что это максимально разрешённый объём, значит, аккумулятора, который вы можете пронести в самолёт с собой То есть максимум то, что можно было сделать для, скажем, мобильности, да Ребята сюда запихали И окун здесь очень хороший По автономности чуть дальше мы с вами поговорим То есть 99,9, почти 100 ватт час То есть максимально, чтобы вы могли в самолёте его с собой провозить И да, без блока питания вы не сможете им, естественно, пол... Нет, можете, да, но вся мощь у нас раскрывается с блоком питания Поэтому плюсуйте сюда, и он где-то 3300-3400 будет у вас, значит, вместе с блоком питания, значит, занимать Значит, посмотрите, чё у нас вот здесь Вот Здесь у нас есть, значит, камеры И здесь ещё и инфракрасная камера Для чего нужна, спросите Для того, чтобы он вас распознавал То есть он вас по глазам распознаёт И понимает, что это вы И даёт доступ Либо У вас есть возможность, значит, использовать датчик отпечатка пальца Который здесь великолепнейшим образом работает То есть никаких нареканий у меня к нему нет Но, собственно, и опять же к камере у меня тоже никаких вопросов нет Камера здесь Full HD, все дела И давайте мы, значит, по внешке поговорим И относительно, значит, камеры Она вот здесь у нас локается Значит, вот видите, вот такой переключатель Вот этот, видно? Вот это и есть тот самый переключатель камеры То есть обычно у ноутбуков это бывает Значит, вот здесь То есть мы переключаем что-то здесь Вот и бамс И она отрубается Здесь ты включил, она, собственно, включается у тебя Далее, значит, что по, значит, портам У нас здесь USB 3.2 ген, значит, два Три с половиной, значит, комбинированный слот под наушники и гарнитуру, да Здесь у нас, значит, кардридер под SD карточки USB-C два штуки И только дальний у нас поддерживает Thunderbolt 4 Опять же у нас вот здесь воздуховоды Все дела и с этой же стороны у нас воздуховоды Сзади у нас, опять же, имеются с этой стороны, значит, воздушки И здесь у нас, значит, кабель питания, проприетарка сюда втыкается HDMI и два с половиной гигабитный порт Ethernet То есть, чтобы было все на максимум Естественно, Wi-Fi 6, все дела, то есть тут никаких вопросов Он у нас выполнен, знаете, из, я не знаю как это, анодированный алюминий То есть алюминиевый Он прям тяжеленький, такой хороший То есть, видите, да, сзади у нас выполнены как ножки, вот они, да И здесь у нас металл, все это дело, то есть классно Единственное, что не металл, естественно, это вот эти части То есть, ну, здесь вот, да, вот эти, вот эти, пластик, все дела По поводу, значит, тачпада Большой, хороший, кликабельным, все дела Давайте его включим сейчас И да, по поводу, значит, клавиатуры переходим Клавиша включения, как вы увидели, она находится здесь И, допустим, если там тебе нужно что-то здесь нажать Вы его не выключите Таким образом, просто знаете, как вот вы Клац! Да, извините, сейчас узнаете Вот так вот, нажав, вы не выключите То есть вам нужно его прижать будет Джик И тогда он только у вас будет вырубаться, да? Понимаете? То есть случайным нажатием, когда вы что-то по клавише там щелкнули Этого не произойдет Это нужно прямо умышленно держать, значит, клавишу включения И тогда он только у вас заработает Ферштейн Так, значит, по экрану и по клавиатуре Сейчас я еще один момент, значит, вам скажу Так как это семнашка Здесь полноразмерная, то есть с цифровым блоком клавиатура Но хотелось бы, товарищи, хотелось бы, чтобы она была чуть дальше разнесена То есть вот здесь была бы, в принципе, возможность, как мне кажется Сделать ее больше, чтобы вот здесь не было так тесно, компактно С другой стороны, конечно, вы скажете Илюха, что ты добадываешься, блин, там Этим новым луком, новым падом никто не пользуется, может быть, а может кто-то пользуется Я говорю про что? Гипотетически можно было вынести Почему? Потому что вот здесь у нас находятся динамики, которые мы, собственно, с вами послушаем, естественно Забегая вперед, отлично и басяты хорошо Даже на удивление, я офигел от этого звука Ну я вам продемонстрирую всё То есть хотелось бы, ну, собственно, вот таким вот образом Значит, по поводу экрана Экран у нас, вы видите, да, то есть его видно, насколько он нормальный То есть сочный, хороший экран Есть здесь такая фишка Я эту фишку видел, значит, в предыдущих моделях MSI Вот такая штуковина То есть вы нажимаете и вы переворачиваете, значит, вот таким вот образом То есть вашему соседу впереди И эта фишка была логична в предыдущей модели, в которой раскладывался ноутбук Вот так, то есть прямиком Здесь же, то есть для чего это нужно? То есть вы сидите, а я вот как бы вот так вот вам раз и переверну Вот видно, да, понятно для чего То есть я вам показываю вот это дело Но это было бы логично попереворачивать его таким вот образом В том случае, если бы он раскладывался Я сидел и думал, для чего это, я так и не понял Может я что-то тупое не сообразил Просто в предыдущих моделях я знаю, что он разложил его вот так Если человек напротив тебя сидящий, ты бах его перевернул Он увидел, а, все, окей То есть не вот это разворачивать То есть это именно для работы По поводу работы, значит, по поводу матрицы По поводу матрицы Покрытие сргб здесь 99% Адобе у нас, значит, 83% И это нам говорит, что с этой машиной можно как только... Не только, точнее, как поиграться, но можно еще и создувать контент, да? И по яркости, опять же... Помните, недавно мы распаковывали и разговаривали относительно Asus'а? Такое... с двумя экранами, все дела там навороченные там... Ну я сказал, мне тогда не хватает яркости Здесь 450 нит, он ровно в 50% ярче того, что было там Ну серьёзно! Хотелось ярче? Вот! Пожалуйста, ярче, мать его, значит По поводу, значит, мультиплексора, да? То есть здесь нету Max Switch Вот, но мы все прекрасно знаем, что, значит, у нас 12-е поколение А это значит, что у него есть адаптивная, значит, постройка гипсовки от 48 до 120 Гц, значит То есть, и да, если нету Max Switch'а, значит, забудьте про что? Правильно, забудьте про G-Sync Такая история, да? Ну, опять же, 12-е поколение, все педали Значит, при отключении блока питания от него То есть, когда вы от сети уже не работаете, а работаете от аккумулятора Вот он, да, кстати, блочок, о чём я говорил То есть, вот такой вот он Значит, при отключении машина автоматически переключается в 60 Гц То есть, это нужно для работы То есть, 120 Гц, я уверяю вам, не нужно при работе То есть, когда он работает от аккумулятора, он переключается на 60 Гц Когда в игрушке, да, то есть мы поиграемся И сидел, думаю, да ну нафиг То есть, вот это всё дело здесь прям вот хорошо работает И напоминаю, что при отключении включается 60 Гц Тем самым увеличивается автономность И вы уже работать сможете спокойно И да, автономности данного, значит, аккумулятора Которым я сказал только в самом начале, значит, ролика Хватает на 5 часов работы Это великолепно, я считаю При таком огромнейшем экране, это просто, ну, пушка-гонка Я серьёзно сидел и ощущал себя за вот этой тачкой Как за полноценным, блин, компьютером Серьёзно, то есть, это не маленький ноутбук Вот это, знаете, когда говорят Что ты там увидишь в этом экране? Да дофига, вы в этом экране дофига что увидите, господа Это семнашечка, 17.3, прям замечательно И да, давайте, наверное, переходить уже, значит, к игрушкам, да Ну и здесь опять же, да, есть программное обеспечение есть Забегая вперёд сейчас, MSI-Center есть такая штука Значит, в MSI-Center здесь есть у нас, значит, мониторинг вашей системы Ваших, значит, загрузки процессора, загрузки GPU, ту бишь, вашей видеокарты Вот все спеки, собственно, пожалуйста Сколько доступно там в SSD, ну то есть, ну, скажем так, сводка, да, вашей машины Но, далее здесь функции, вы переходите в User Scenario И здесь уже вы можете выставлять как сбалансированный Вы можете выставлять бесшумный супер батарея Где он всё, собственно, продолжает, да, увеличивает автономность вашей машины Я же тестировал на сбалансированном, и это было нормально, 5 часов Я уверен, если вы ещё супер, это самое, сберегающую батарейку, ещё протащите его Значит, здесь есть ещё экстремальная производительность И здесь вы, вот, можете сдвиг на актовой частоты ядра, значит, вашей видюхи, значит, сделать, да И, собственно, видео... Ну вот, смотрите, да, то есть, настройки я выкрутил вот так Можно и снизить И, опять же, можно настроить ваши кулеры, которые будут обдуваться И каждый кулер, собственно, по отдельности, да, то есть, ну, у меня стояло, как вы видели, на авто Это я уже по максимальной производительности вставлял Вы можете вот так вот сделать и, в принципе, чтобы не нагружать видео, да, сохранить все педали То есть, вот такая вот, значит, MSI-Center приблуда, значит, приложение, которым вы будете наруливать, значит, так, мощностями, мониторить все дела Ну, то есть, понимаете, да? А вот теперь главное, главное... А, я клавиатуру, наверное, не сказал Ну, сейчас мы игры посмотрим, да, и потом вернемся к клаве Смотрим игры, тут будет очень много игр И RD2, и будет, значит, Cyberpunk, и Metro, Исход, и все-все В общем, смотри, что он вытягивает Ты ахнешь, как и я ахнул Так, значит, ребята, запустили CPU-Z, и давайте посмотрим, что по спекам Intel Core i9-12 поколения, значит, 12900H Значит, у нас по графике здесь офигеть Это NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 16 гигами, значит И памяти у нас 64, то есть, я имею в виду RAM, да? 4800 у нас, две плашки, значит, по 32 Ну, давайте бенчним его, и это великолепные показатели, как я считаю То есть, 8300, 8400 иногда вышибает То есть, у меня здесь сейчас достаточно жарко в квартире, да? То есть, вот, собственно, в синглтрейде показывают 750, то есть, 755 там, ну, ориентир вот такой, да? То есть, очень хороший показатель Собственно говоря, давайте мы начнем с игрушек То есть, мы сейчас пройдем Red Dead Redemption, Cyberpunk, ну, и, в общем, по очереди пойдем по игрушкам Давайте погоняем Собственно, все вот здесь показатели у вас выведены На GPU у нас 60, значит, градусов температура Сколько на CPU? 85 FPS вы видите 70, 75, 78 Ну, примерно такой ориентир Да, относительно, значит, яркости Давайте я подбавлю чуть-чуть, потому что я убавил Вот, то есть, если вам нужно чуть ярче, то есть, его, в принципе, достаточно То есть, здесь 450 нит, но я чуть убавляю То есть, вот так вполне себе комфортно Полупиться Но по FPS вы видите прекраснейшим образом, то есть, все играбельно, великолепно Еще раз вам показываю, значит, настройки Переходим Графика И смотрим, значит, как у нас здесь все выставлено Он вообще шикардос Ну, вот просто таращит и тянет, как говорится, такие игрушки С таким FPS, прямо, я говорю, грех не играться 83, 82, 85 Шикардяо Так, значит, давайте киберпанк Заходим в настройки И смотрим по графике, значит, у нас что-то выставлено Значит, все на высоких Высокие-высокие впечатляющие То есть, максы выставлены Стоп Почти Вот теперь все высокое Значит, трассировка в лучей Все это дело включено И Давайте, собственно ДЛСС у нас на производительность Но давайте сделаем на качество Применим все это дело Чтобы уж максимально все это дело И смотрим, значит, что у нас по FPS По нагреву Значит, температура у нас 80 градусов ГПУ у нас, вы видите Ну, что я рассказываю, вы все прекрасно видите, да И, значит, относительно, опять же, графики Да, дядька, ну прекрати Я ж показываю людям Вот Я, значит, предыдущие ноутбуки тестил на 12-ом поколении И мне сказали, что 90 градусов Это прям нормальная температура для такого поколения, значит, процессоров Ну, опять же, смотрите То есть, более чем Более чем Более чем отличные показатели То есть, видите, FPS у нас 75-70 GPU у нас выше 70-ки пока не поднимается Ну, собственно, CPU 86 градусов Еще раз я демонстрирую вам, да, чтобы наглядно было, да, вот, пожалуйста Значит, у нас все включено Все педали, да, все на высоком Вот И, собственно, пожалуйста, DLSS у нас выставлен на качество Вот так вот Интересно, давайте проверим То есть, сейчас 75-70 где-то 6 Вот так вот Давайте мы DLSS выставим на производительность И посмотрим, что сейчас будет Насколько у нас вырастет FPS Ну, да, вырос на 20-ник прям заразительно Вы видите 97-93 Блин, ну это вообще крутяк, ребят В этом случае можно вообще рубиться С такими, как говорится, настройками максимальными Это кайф Причем температура, вы видите CPU выше 90 не поднимается То есть, 81-82 И GPU тоже выше 70 не поднимается 67 Отличный показатель О, там кто-то дерется Ну, собственно, вы видите, прекрасно Это просто кайф Так, метро исход Смотрим, значит, настройки Высокое качество Полное-полное Все педали, значит У нас Пожалуйста И смотрим, значит Что у нас по метро исход Ага 100 FPS у нас Температура, опять же CPU у нас 86-82-83 То есть, выше 90 пока не поднимается Хотя, еще раз говорю Мне многие подписчики и зрители Тогда написали, что Илюха, расслабся Это нормальная температура Даже выше 90 95-97 Для Поколения 12 Intel это Окей, то есть, вот Пожалуйста, у нас FPS на 117, ну 120-100, короче Ниже сотки он не падает Опять же, температура Графического процессора У нас 67 Вот Ну, то есть, пожалуйста Это, я еще раз говорю Это более чем Играбельно Так, ведьмачок У нас все Выставлено Запредельное Пожалуйста И Смотрим, значит У нас, что По температурам Что у нас по FPS Значит, FPS у нас Ниже сотки не падает Как я смотрю Да, 101-105 Там что было Процессор, опять же У нас, видите, да 79-81 И GPU У нас 66 градусов То есть, мне нравится То, что здесь Видюха у нас Не поднимается По температуре Значит, выше 70 градусов Ну и Процессор здесь Ну, казалось бы Да, ведьмак Вроде бы игрушка Да, но По факту же По факту Игра достаточно Требовательная То есть, она до сих пор Еще немного Напрягает, значит Многие тачки Поэтому Здесь Прямо очень хорошо Показываю Ну, пожалуйста Блин, красивая все-таки Игрушка Жду, когда она будет Все-таки С RTX Значит, параметры Дума Все у нас стоит На кошмаре Кошмар, кошмар Кошмаром погоняет Собственно Да Ну, пожалуйста Жик DLSS выставлен на качество Все педали И Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, значит По апексу Что у нас? Настройки следующие То есть здесь Ну, максималка, блин И здесь у нас будет ФПС максимум 144 Но будет там 130, 140, там Ну, смотрись Даже не будет Спуститься, мне кажется О, будем Посмотреть Как говорится Продолжение следует... И казнить, да, как говорит Ёла. Спасибо. Ну, ладно, мне вам тут главное продемонстрировать было, как я зарачил и, собственно, температуру. Ну и GTA ради прикола, ну, собственно, пожалуйста, здесь, значит, частота обновлений либо 120, либо 60. Все, естественно, на максимум выставлено уже куда нафиг. Ну, естественно, здесь ниже 120 будет там на 2-3 проседать, а, собственно, ну, ниже сотки вы здесь FPS не получите, видите, да, то есть температура, опять же, процессора у нас следующая. И графический процессор, опять же, выше 70 не поднимает, что хорошо, опять же. Ну, просто мягенько-мягенько все у нас. Кайф. Еще, говорю, учитывайте то, что у меня здесь в комнате очень жарко, то есть я даже в штанах, извините, сейчас не сижу. Ну, извините за такие подробности, но серьезно, очень тепло. Вот, поэтому вот такие расклады. Ну, GTA это, опять же, я включаю, просто сейчас для того, чтобы вы просто увидели те, кто просили, а почему на GTA не показываешь? Да потому что, блин, эта тачка просто перемелет, и даже не поперхнется, видите, прекрасно. Все на максах, как-то так. Так, и, значит, Crystal Disk Mark у нас, пожалуйста, следующие показатели. Хорошие, на самом деле, выдал, да, великолепные, и на записи, и на чтение, значит, но я вот здесь прогонял и сохранил, ну, к сожалению, извините, тупанул, не выключил MSI AutoBurner, но у меня были вот такие показатели. То есть, вы видите, были даже больше, то есть 6700 почти и 4900. Здесь же чуть-чуть все это дело изменилось, да, то есть, вы видите, здесь над вторым прогоном у нас было по 3700 с каждой стороны, а тут, видите, 34300, то есть, ну, вот такие показатели. Ну, как вы видите, да, у нас тут стоит 2 терабайта. Ну, это тоже очень круто на самом-то деле. Так, и, значит, осталось вам продемонстрировать звук этого ноута. Звук мне сразу, говорю, зашел, здесь и низкие частоты прослушиваются, все дела, собственно, что говорить, давайте послушаем. Ну, я думаю, достаточно. Ну, все было слышно, я думаю, предельно. Вот так вот он, собственно, тянет игрушки. Офигел, да, от FPS, как он в Киберпанке, в том же самом, да, Red Dead Redemption. Просто моща. Я решил все-таки вам продемонстрировать, показать, как происходит тот самое переключение, да, то есть, вот сейчас у нас 120 Гц, все очень плавненько, мягненько, прям ощущается, естественно, тачпадом, когда вы водите. И это любой человек, который сравнит 60 и 120 Гц, поймет, насколько это мягко. И вот я сейчас вынимаю, и, внимание, чпок, и у нас идет переключение на 60 Гц. И вот теперь уже у нас 60 Гц для работы. То есть теперь мы можем спокойненько его отключив, собственно говоря, работать без, значит, блока питания. Относительно, значит, клавиатуры, я сказал. Клава? Классно, так узнай меня. О. Она с подсветкой, со всеми делами, то есть ее можно выключить. Она не особо сильная. Вот сейчас даже ты ее не увидишь, да, вот так. Не увидишь, да, потому что она здесь не особо назойливая. То есть, ну, вот выключи свет, я продемонстрирую просто. Мне так нравится, окей. То есть я же говорю, что вообще не против. То есть она достаточно яркая. То есть можете вот таким переливом ее сделать, да. То есть, пожалуйста, она переливается. Можете статику какую-то поставить. Естественно, вы можете ее отрегулировать так, что она будет выключена. Либо вот так слабенько, да. То есть можно, опять же, добавить и будет она более-менее яркой. То есть, и мне это нравится, что весь ноутбук не полыхает всеми делами. Да, и, кстати, можно сделать вот так вот. И, пожалуйста, я не знаю, видно, не видно будет. У меня мысля просто относительно данной подсветки всех этих дел какая. То есть мне нравится, что данный ноутбук не полыхает вот этими всеми RGB-подсветками, что он показывает весь я такой игровой. Хотя он офигеть какой игровой. То есть эта штука, блин, вот так вот ее взяв с собой, прям, ну, хорошая, рабочая машина. Статная, нормальная. То есть тоненький, блин, из металла сделаны. Все дела. Ты откроешь, ты не хочешь, показываешь, что весь ты такой игроман и тому подобное. Да, то есть, пожалуйста, сделай вид, что ты бизнесмен, выключи подсветку. Все, и ты красава, понимаешь? То есть вот этим мне нравится. Потому что есть ноуты, которые ты включаешь, и он сразу... Ха-ха! Я, блин, роман! То есть здесь мощность сидела внутри. Здесь же, знаешь, такой вот это дяденька такой в пиджачке, который может и даме руку подать, как говорится, да, при выходе из транспорта, и который может вломить так, что будь здоров. Вот он здесь вот такой элегантный, скажем, да, наш стелс GS77. И еще один момент, который я поковырялся и нашел комплектацию с 3070 этой же самой машины. Только вот одна особенность. Я ее на просторах интернета очень редко где встречал в доступе. То есть она есть, эта комплектация. И если вы возьмете ее, вы сэкономите порядка тысячи вечно зеленых. Это нормальная, да, такая разница? Причем на 3070 вы особо, то есть вы видели, как он лупит в киберпанке, там, все дела. Это, да, будет не так много FPS, да, то есть все дела, температурки посмотрели, да, все дела. Но играть вы точно так же сможете. То есть если вы хотите эту же штуку, да, то есть такой же стелс, но только с меньшей мощностью, можно присмотреться, значит, к комплектации 3070. Но только я не знаю, где вы найдете. Я серьезно, я сидел, смотрел, думаю, где купить? Где-то появляется, тут же хватает. Видимо, люди понимают, что, блин, это классная машина, они ее сразу опаньте, чик, и забирают. То есть если найдете, классно. Но, если вы хотите, вот именно вот этот парад, со всеми мощностями, то есть 12900H у нас, значит, 12-е поколение, 3080 Ti, 16, да, гигами видеопамяти, 64 DDR5, 2,5 у нас гигабита Ethernet-порт, 4К, 120 Гц, все дела. То есть хорошая, качественная матрица, не тусклая, как была тогда на Strixie, Rocky и тому подобное. То есть навороченный ноут, серьезно, хороший, качественный. Вот эту штуку можно спокойно брать и играть. То есть я еще раз говорю, я когда лупился, я говорю, Че мой, у меня настольный MSI, вы помните прекрасно, да, ровно год назад, где-то мы его обозревали, его распаковывали. Че мой, блин, так мне парит настольный, настольный. Помните, да, я с монитором MSI распаковывал, значит, как он называется, Trident, вот. Значит, Trident у меня просто-напросто, он говорит, что, братан, я так сильно не могу. А тут ноут. И причем, я еще раз говорю, что это семнашка, он большой. Это не будет такого, что вы будете сидеть вот в маленькие эти мониторчики. Хорошая семнашка. То есть есть монитор, мать его, семнашки, да, а тут у тебя в ноуте. Как-то так. Че думаешь ты относительно данного ноута, пиши в комментариях под этим видео. И мне интересна ваша реакция по поводу FPS-а всех дел, там, значит, во время игрушек. Просто я вот так вот все это дело сидел, смотрю. Реали? Че? Че вообще происходит? Вот такой вот ноут. Как-то так. Пока! Слушай! Ну? А че такой здоровый? Здоровый такой семнашка. Ах! Ну это знаешь че? Это не ловит. Это какой-то молитер с травматурой, понят? А я тебе дамажу большой. Ты че не разбираешься? Не разбирайся, знаешь почему? Так они шпики-давайники! Редактор субтитров А.Семкин